Посмотрите на этот портрет, и на этот, и на этот. Симпатичные лица, но больше никаких ассоциаций, не правда ли? А теперь гляньте на них. Иван Грозный, Пётр Первый, русские цари, их-то вы узнаёте. Но без тех первых, неизвестных людей, мы, возможно, никогда бы не увидели вторых. Наши герои Строгановы, купцы, промышленники, меценаты. 300 лет они были самой богатой семьёй России. Их называли первыми олигархами, главным кошельком царской семьи. Обвиняли в тирании, но признавали, они расширили территорию империи вдвое и не раз вытаскивали государство из глубокой, вернее, глубокого кризиса, выручая в последний момент. Строганова семья, без которой Российская империя не стала бы одной из величайших в истории. Нам часто писали в комментариях, мол, а где истории про наших, крутых и ярких предпринимателей? Неужели таких не было? Были. Из грязи в князи это про Строгановых. Думаю, также они могли бы ещё до Дейла Корнеги написать первую в истории мотивирующую книгу. «Пять способов спасти империю и завести друзей среди царей». Как им это удалось? Давайте разбираться вместе. Меня зовут Артур Матвеев, я главный редактор канала Павла Гетельмана. И пока Паша летает из страны в страну и пристаёт к людям, мы решили дать вам больше годного контента. Это наш новый проект, в котором мы рассказываем жизнь известных людей. Это миллионеры, визионеры, рок-звёзды, диктаторы, изобретатели. Истории жизни, которые удивляют и вдохновляют. Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя. Такой был скромный девиз у рода Строгановых. Впрочем, о своём богатстве они тоже не забывали. 300 с лишним лет их семья богатейшая в Российской империи. Вы знаете поговорку «выше головы не прыгнешь», мол, есть вещи, которые, ну, невозможно совершить. В Российской империи 18-19 веков был её аналог «богаче Строганова не будешь». Мы будем галопом перемещаться по истории, так что пристегнитесь, смотрите, чтобы не укачало. Я постараюсь не сильно утомлять вас подробными датами, со школы самых не люблю. Это очень важно. Иметь какую-то всё-таки манеру себя держать. Наша история начинается в 14 веке. На Руси татаро-монгольская ига, так называли этот период в учебниках. То есть Русь зависит от монгольского государства, платит дань, посылает войска и всячески угождает ханам. Да и отдельной страны, как таковой, нет. Русь — это несколько конкурирующих между собой субъектов. Там Московское княжество, Тверское княжество, Новгородская республика и прочее. И в эти годы впервые в летописи появляется упоминание про Строганов. Тот самый? Да, Строганов на всю Россию одинс. Звали основателя династии Спиридон Строганов. Есть две версии, кем был этот товарищ. Первая комплементарно-фэнтезийная. Якобы был Спиридон родственником некоего татарского хана, который приехал проходить стажировку на Русь к местному князю. Но так ему всё здесь понравилось, что родственник хана покрестился в православие и получил имя Спиридон. Якобы этот поступок так взбесил элиту Золотой Орды, что те выловили предателя и казнили жестоко и кроваво, как полагается. Спиридона привязали к столбу и строгали его тело по кускам. А его сыну Кузьме в памяти о такой яркой гибели отца дали фамилию Строганов. Такой, если угодно, мрачный средневековый юморок. Но если посмотреть на портреты князей голубоглазых и русоволосых, то более вероятной кажется вторая версия, что род Строгановых происходил из новгородских торговых людей. Ну просто до 14 века в летописи он никак не попадал. Но ясно одно. Деловая хватка у Строгановых была уже тогда. Семья быстро богатела и явно была вхожа во властные круги. Так в 15 веке внук Спиридона Лука Кузьмич впервые помогает государству. Он выкупил из татарского плена великого князя Василия II Темного. Темным его прозвали не потому, что князь был неграмотным, а потому, что ему выкололи глаза и он был слеп. Но глаза Василию II выкололи не татарские мурзы, а русские князья, конкуренты за власть. Русь с тех лет была такой кровавой игрой престолов, что разборки ланнистеров со старками покажутся утренником в детском саду. Но продолжим. Лука Строганов выручил князя, и тот в долгу не остается. Василий Темный разрешает Строгановым собирать оброк, ну то есть налог в своих владениях. Лука Строганов не ограничивается процентом с налогового барыша. Он начинает заниматься солеварением и продажей пищевой соли. В те годы соль стоит на вес золота. Почему? Ну все хотели есть, но не было холодильников. И солить это единственная возможность хоть как-то сберечь пищу. Забили скот, пришли с охоты или собрали урожай. Чтоб не сгнило, нужно законсервировать. Соль покупали все. На Руси в 15-16 веках жили порядка 7 миллионов человек, и рынок сбыта был огромный. А Строгановы по факту были монополистами. Соль в те годы по важности и доходности, ну, наверное, можно сравнить с нефтью. Да и добывали ее почти как нефть. В земле бурят скважины и заливают туда воду. Солевой раствор выкачивают и выпаривают из раствора солевые кристаллы, которые уже и продают. Строгановы богатеют стремительно, но у них, как у любой влиятельной фамилии, есть уязвимость. Власть надо передавать по наследству. И род чуть не прерывается. Сиротой остается один представитель клана и внук Луки, 18-летний Аника или Аникей Строганов. Молодой парень наедине с огромным бизнесом и толпой жадных конкурентов, но он не теряется. И прежде всего уезжает подальше от столиц, в глухую провинцию у моря, как полагается. Строганов обосновался в Сольвычегодске, это в Архангельской области. Он начинает с небольшой соляной компании и постепенно расширяет бизнес, подчиняет себе по факту город. Строгановы превращают этот город в процветающий. В 16 веке Сольвычегодск — это первая столица промышленной империи Строгановых. Город есть и сегодня, но там живет меньше двух тысяч человек. Но там сохранились здания из прошлого, в частности, родовой собор Строгановых. Так что, если вдруг вы интересуетесь экзотикой и историей, сгоняйте в Архангельскую область. Но я отвлекся. Итак, Аника проявляет деловое чутье и оказывается по-настоящему эффективным менеджером. Хватким, жестким, продуманным. Если он берется за дело, то доводит его до конца. Если договаривается о чем-то, то слово свое держит. В те годы к власти в Москве приходит молодой царь Иван. У Ивана есть большая проблемка, с которой сталкивались, ну, наверное, все правители тех лет в разных странах. Он хочет править единолично. А система власти тех лет не позволяет такой роскоши. Царя окружает родовое боярство, разная родня. Все эти двоюродные дяди, знатные князья. Они не воспринимают царя главным. Они считают его лишь, ну, первым среди равных. А в таких отношениях не всегда можно выполнить приказ или оспорить решение. И царь решает опираться на другое сословие, на людей талантливых, но не родовитых, при этом инициативных. Тех, кому можно поручить дело, и отвечать они будут уже перед ним, лично перед царем. Но главное дело, они выполнят приказ. Этим царем был Иван IV, которого в будущем назовут Грозным. Иван и Лука находят общий язык. Царь понимает, что на Строгановых, в принципе, можно оставить дело, которым вообще заниматься некогда. А именно управление отдаленными землями. В те годы Пермский край — это безлюдная территория, холодная пустошь с небольшими поселениями. Казалось, что развивать эту территорию силами государства невозможно. К тому же из-за Урала, или, как говорили в те времена, из-за камня, на территорию Московского царства регулярно приходят татарские орды. Строгановы предлагают Ивану Грозному вин-вин. Купцы своими силами строят на этой территории города, защищают землю от набегов, налаживают производство соли, леса и мехов, ну и шлют в Москву деньги. А Грозный за это не трогает Строгановых и позволяет им беспошлинно торговать и присматривать за иноземными купцами. Строгановы фактически просят отдать им в личное управление огромную территорию в 100 тысяч квадратных километров по размеру, сравнимую сейчас, не знаю, с тремя Бельгиями, или, если взять поближе, с половиной Беларуси. Но есть нюанс. При грамотном управлении эта территория приносит в казну бабки. А без управления это просто очень большой безлюдный лес. И Грозный соглашается. Правьте, как хотите, главное платите. Он позволяет Строгановым строить города, создать частную армию и свободно вести свой бизнес. Впервые на Каме, эта река такая, Строгановы появляются в 1558 году и быстро превращают пустынные земли в оживленный край, где строятся новые города и кипит торговля. В 1569 году Аника Строганов передает дела сыновьям, а сам уходит в монастырь. Человек, как говорится, утомился. Но к этому времени уже 6 тысяч человек обслуживают предприятия Строгановых. Это частная империя внутри государственной империи, если угодно. Но Строгановы не зазнаются, не кидают, ну или не обманывают власть, соблюдают договоренности и вовремя платят. Поэтому Москва ими довольна. В своих владениях Строгановы ставят первый в России медный завод и налаживают производство пушек. Но остается нерешенной главная проблема – набеги с востока. Татары сжигают города, угоняют людей в рабство, портят торговлю и производство. На дворе конец 16 века. Иван Грозный к этому времени плотно увяз в Ливонской войне на Западе. Там Россия уже 20 с лишним лет сражается и с Польшей, и со Швецией, царю московскому не до восточных пределов. И Строгановы берутся порешать этот вопросик самостоятельно. Сегодня бы сказали, что они организовывают ЧВК «Ермак». Купцы нанимают лихих людей. Это казаки и сочувствующие. Иногда грабители, иногда герои. Они собираются в Ватаге, грабят окрестности и хорошо сражаются. Ко всем казакам послужить на войне царю-батюшке! Строгановы решают направить их энергию, ну скажем так, в благое русло. Они приглашают атамана Ермака к себе, снаряжают его отряд огнестрельным оружием, лодками, пушками и говорят, вон там, за камнем, есть чем поживиться. Предлагаем вам сгонять в Сибирь хотя бы на разведку. Все, что захватите, ваше, а если земли заберете, вообще супер. В огромный успех такого похода, все-таки отряд Ермака это около 500 человек, тогда изначально никто не верит. Это скорее такая миссия пойти и напугать. Но так и начинается освоение Сибири. В 1581 году Ермак переходит Урал, сплавляется по рекам и внезапно не встречает сильного сопротивления. Он разбивает войска хана Кучума, правителя сибирского ханства, грабит его столицу город Искер и вскоре строгановы понимают. За Уралом есть территория, которую можно не просто пограбить, ее можно присоединить к российскому государству. Он посылает гонцов к царю и дарит тому захваченные земли. Царь, скажем так, удивлен, но говорит, ладно, беру эти земли под свою власть. С тех пор Россия планомерно начинает прирастать Сибирью. Иван Грозный отсылает строгановым дары и скромные, но все-таки войска. Лично Ермаку царь шлет денег и царский подарок. Тяжелую броню, панцирь. К сожалению, подарочек оказывается с дебафом. И губит Ермака. Когда войска недобитого хана Кучумы нападают ночью на ставку атамана, тот пытается спастись в плавь. Но броня слишком тяжелая. В сравнении с казацкой Ермак идет ко дну. Эта дурацкая, но героическая гибель еще лет 200 назад печалила наших соотечественников. Например, у товарища Пушкина Кондратия Рылеева было стихотворение «Смерть Ермака», где тот... Рылеев Нейрмак в 1821 году рефлексировал, как и мы сейчас с вами 200 лет спустя. Такие были там строчки. «Нам смерть не может быть страшна, свое мы дело совершили, Сибирь царю покорена, и мы непраздно в мире жили». И в конце уже так, развязочка. «Лишивший сил богатыря бороться с ярою волною, тяжелый панцирь, дар царя, стал гибели его виной». Но все было не зря, и на месте разграбленного Ермаком города Искер вскоре появится тогдашняя столица Сибири, город Тобольск. Вернемся к истории Строгановых. Этот род расширяет и укрепляет территорию России, а за это получает право беспошлиной торговли на всех новых землях. Прибыль Строгановых взлетает куда-то в стратосферу. При этом они живут далеко от столицы, от политического центра. С одной стороны, далеко от царской милости, но и далеко от царского гнева и всех политических потрясений. Строгановые окучивают свою поляну, и как покажет история следующих 30 лет, они делают это правильно. В России начнутся такие потрясения, что будь Строгановых вблизи Москвы, их снесло бы. В России наступает смутное время. В Москве прервется род Рюриковичей. Последний сын Ивана Грозного окажется бездетным, и за 15 лет, с 1598 по 1613 годы, царями России будет с десяток человек, и каждый со своими приколами. Слабоумный карлик Федор, сын Ивана Грозного, первый демократически избранный царь Борис Годунов, решивший умереть в разгар войны. Его сын Федор II, который прокачивался, чтобы стать царем, учился и все такое. Но его убили прямо в тронном зале, а выпилили те же бояре, что недавно приносили ему клятву верности. Был еще Лжедмитрий I, который всех убедил, что он воскресший младший сын Ивана Грозного. Лжедмитрий короновался в Кремле, но в течение года закончил свою карьеру царя снарядом для пушки. Его убили, тело сожгли, прах засыпали в ядро и выстрелили им в сторону Польши. Иногда думаешь, вот любили раньше люди развлекаться на Руси. Был еще боярский царь Василий Шуйский, который просидел на троне аж 4 года, но тоже не удержался. В финале стало совсем весело, и страной управляли сразу 7 человек, так называемая семибоярщина. Был в списке царей, кстати, и польский король, и сын польского короля Владислав по фамилии Ваза. Вся эта игра престолов сопровождалась разорением страны и мочила вам всех против всех. А что же Строгановы? А они присягали на верность каждому следующему правителю и высылали тому денег. Раз уж я так часто вспоминаю Игру престолов, то будет уместным сравнение логики поведения Строгановых и персонажа по имени Варис. Опытный царедворец Интриган он поддерживал любого короля, потому что самым важным считал не сохранение личности монарха, а сохранение страны. Помните, что девизом рода Строгановых была фраза на фамильном гербе «Отечеству принесу богатство, себе оставлю имя». Но во времена Смуты у Строгановых еще нет ни герба, ни девиза, так как это полагается только аристократам. А Строгановы богаты, но безродны. Их даже по отчеству называть нельзя. Отчество – это тоже привилегия аристократии. Но когда Строгановы высылают царю Василию Шуйскому несколько миллиардов рублей, ну это по нынешнему курсу, на государственные нужды, Шуйский дарует им титул именитых людей. Такой титул в стране имеют только Строгановы, и он позволяет отныне называть купцов по имени-отчеству, как князей. Возможно, это было самое заметное решение царя Василия Шуйского, так как в том же 1610 году его свергли с престола. Через два года Строгановы опять дают денег, на этот раз ополчению Минина и Пожарского. Новгородский мясник и князь собирают войско, чтобы освободить от поляков Москву, так как бесконечная борьба за власть уже всех изрядно утомила. Деньги вручают, поляков изгоняют, и в 1613 году юношу по имени Михаил выбирают новым русским царем. Михаил Романов в 16 лет основывает последнюю русскую царскую династию. Смутное время кончается, Михаилу Романову Строгановы тоже присылают денег на коронацию и возвращаются к своим сибирским делам. В конце 17 века русским царем становится еще один молодой 17-летний парень по имени Петр. В будущем Петр Первый. Начинаются грандиозные реформы, ну и, конечно, инициативные Строгановы участвуют в них по полной. Они стригут бороды, самостоятельно переодеваются в европейские наряды, а тогдашний глава рода Григорий Строганов на свои деньги строит четыре военных корабля и дарит их молодому Петру. Молодого царя приглашают на обед, где купцы накрывают ему такой стол на бочке. В принципе, Петр был неприхотлив и не сильно расстроился. И когда царь доел, Строгановы добавили, а бочка вам на десерт, ваше величество. И оказалось, что она плотно-плотно набита золотом. Талант дружить с царями, кажется, переходил у Строгановых из поколения в поколение. И дело тут, наверное, не только в бабках. Строгановы не боялись проявлять инициативу, они брали ответственность на себя и всегда поддерживали царя. Не за деньги, а по убеждениям. Такое ценится в любое время. Строгановы включаются в строительство новой столицы, Санкт-Петербурга, и делают это настолько активно, что в начале 20 века им будет принадлежать 60 дворцов в центре города. Петр не заставляет ждать своей благодарности, и в 1722 году сыновья Григория Строганова, Александр, Николай и Сергей получают баронские титулы. Ну, это, в общем, один из самых низких аристократических титулов, но для безродных Строгановых это такая проходка в высший свет. Теперь они аристократы и могут заказать свой герб. Тут, наверное, необходимо маленькое пояснение. Европа тех веков живет и играет по четким правилам. Вот есть правитель, король, ну или в нашем случае царь. У царя есть люди, на которых опирается его власть. Кому он доверяет дела, кого он назначает на должности, и чьи интересы царь в сущности и представляет прежде всего. Ну, скажем так, его ближний круг. Кто же это? Это не крестьяне. Да, их, конечно, 99% населения, но это людской резерв для побед и достижений государства. И это не духовенство. Они нужны для увещевания масс, ну и отпускания грехов властимущим. В этом мире важна честь, имя рода и социальный статус элиты. А элита — это аристократия. Семьи, которые из века в век работают на благо государства и конкретно царской фамилии. Стать аристократом — это значит попасть во власть, стать рукопожатым, оказаться в тусовочке. Называйте, как хотите. Статус аристократа до начала 20 века — это очень-очень круто. Но аристократы, они, ну скажем так, различаются по степени крутизны. Самые заметные ступени в карьерной лестнице — это бароны, графы и князья. Если перенести на понятную нам сейчас почву, то барон — это условно глава района, граф — мэр города, а князь — это губернатор области. Графский титул Строгановы получат позже, во время правления Екатерины Второй. Строгановы находят общий язык и с царицами. Императрица Елизавета Петровна отмечает свой день рождения во дворце Строгановых. Это небывалая честь. Екатерина Вторая приглашает их в ближний круг и шутит за партией в карты, что Строгановы постоянно проигрывают, так как хотят разориться, но все без толку. Строгановы становятся меценатами, они помогают бедным, открывают школы, училища для крестьян и безродных. Строгановы они вообще везде. Они даже пробираются на обеденный стол. Биф Строганов — всем известные ломтики, мясо с пюрешкой, переводятся как «говядина по-строгановски» и придумано личным французским поваром одного из графов Строгановых. И сегодня со Строгановыми сталкиваются миллионы жителей России, возможно, не всегда об этом зная. Казанский собор в Санкт-Петербурге проектировал в 1801 году и построил в 1811 году архитектор Андрей Воронихин, который был крепостным Александра Строганова. Из 5 миллионов рублей, потраченных на ту стройку, это примерно 5-6 миллиардов на сегодняшние деньги, большая часть — это личные деньги Александра Строганова. Тут любимый момент. Самое время передать маленький привет моим друзьям-сторонникам теории заговора. Строганов состоял во французской масонской ложе, именно поэтому Казанский собор украшает международный символ масонов — всевидящее око. Уж не оттуда ли деньги? Хо-хо-хо. Ладно. Кстати, Московский храм Христа Спасителя изначально тоже архитектурный проект Воронихина. Строгановы даже к русской поэзии имеют пусть опосредованное, но отношение. Дипломат и предприниматель Григорий Строганов в 1837 году организовал и оплатил похороны Александра Пушкина и уговорил церковь, чтобы поэта хоронили по христианскому обучию. Просто в те годы смерть на дуэли она приравнивалась к самоубийству. А самоубийц на кладбище не хоронят. Строганов взял на себя и опеку детей Пушкина. В общем, как видите, добрались мы до 19 века, а Строгановы никуда из России не пропали. Они графы, они известны, богатые и пользуются влиянием при дворе. Вот бы им жить, поживать, да добра наживать. Но нет. Последний мужской представитель рода Сергей Александрович Строганов в 1885 году получает все средства в собственность. Состояние семьи оценивается в 100 миллионов тогдашних рублей. Это свыше 150 миллиардов рублей сегодняшних. Казалось бы, вот он успех. Но история уже подводит черту и под истории Строгановых, и под истории царской России. В 1905 году, после первой русской революции, Строганов уезжает на свою виллу в Ницце. И в Россию он больше не возвращается. В 1914 году, когда начинается Первая мировая война, он из-за границы передает свой дворец на Невском проспекте Красному Кресту, чтобы там лечили раненых русских солдат. В 1918 году все здания, все предприятия Строгановых в Петербурге и по всей стране национализируют, ну то есть по факту отбирают пришедшие к власти большевики. Граф в это время живет в Париже, детей у него нет. И в 1923 году род Строгановых по мужской линии пресекается. Когда закончилась старая царская Россия, которой они служили, будто бы закончилась и сила, которая помогала Строгановым. Последняя представительница рода носит нерусское имя Элен де Люденхаузен и живет в Париже. Это, конечно, странно, но даже у нее, у отдаленной родственницы, тех самых Строгановых, сохранилась суперсила очаровывать царей. В 1959 году, в 28 лет, она обаяла тогдашнего царя всемирные моды самого Ивсен Лорана, и тот назначил ее директором своего дома моды, которым наследница Строгановых руководила до 90-х годов. Все-таки, видимо, было в Строгановых некое обаяние, которое деньгами не всегда измеришь. Ну, в нашем случае измеришь лайками и комментариями, жмите палец вверх, подписывайтесь, пишите, понравился ли вам такой экскурс в историю русского, российского предпринимательства. И если понравился, мы продолжим, ведь есть еще такие фамилии, как Демидовы, Морозовы, да и современные бизнес-династии не охвачен. Но это потом. А пока я из Строгановых передаю вам царский привет и желаю прекрасного дня. Смотрите и другие крутые истории. В нашем проекте вы узнаете, как шейх Дубая построил сказочный город в кустыне. Почему разбогател великий и ужасный магнат Джон Рокфеллер. Погрузитесь в тайную жизнь вождя Северной Кореи Ким Чен Ына. Поймете, почему Ротшильдов подозревают в тайном управлении миром. И узнаете, за что короля моды Бернара Арно прозвали волком в кашемировом пальто. Все эти и другие потрясающие истории вы найдете на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова